Ну что, я рад вас приветствовать в Нью-Йорке. Мы находимся сейчас в районе Челси. В этом выпуске мы покажем вам самые любимые места по версии сьюдобного бизнеса. Это то, что я рекомендую, приезжая в Нью-Йорк, что следует посетить, попробовать выпить. Мы начинаем с Аблокадырии. Это Челси, это Нью-Йорк. Поехали. Мы уже сделали заказ. Вообще нет очереди. Возможно, это связано с тем, что они работают до 4 часов всего лишь. Прикольно. Интересно выглядит. Вот, пожалуйста, бургер из авокадо вместо обычной булки. Полностью целая авокадо разрезана пополам. Внутри различные ингредиенты. Вот как-то так оно выглядит. Цезарь с авокадо и кто-нибудь фирменный. Заказали смысл попробовать. Что мне понравилось, вот такая вот книжечка. Авокадрия, в которой собраны рецепты приготовления различных брулоков. От тостов, до разных салатов и прочих штук, где основным героем выступает авокадо. Стоимость такой книжки 20 долларов мы себе купили. Так как считаю, что это эксклюзив, это эксклюзивное место. Будете в Челси, в Нью-Йорке, обязательно зайдите сюда. Ну, а мы будем пробовать. Следующее в списке топ для посещения в Нью-Йорке от нас – это заведение КАЦ, которое находится прямо за мной. Евреи, иммигранты, переехав сюда, еще 130 лет назад основали это заведение. И до сих пор оно пользуется огромной популярностью. Очередь, в которой мы сейчас будем стоять, начинается в конце здания. И я думаю, что на этом холоде в 0 градусов нам придется постоять минут 40, чтобы попасть внутрь. Но мы это сделаем ради того, чтобы показать вам, насколько крутые и вкусные сэндвичи по страме, которые готовят эти ребята. Ну, давайте смотреть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! step up to the middle corner One pickles please Мы заказываем здесь на каунтре потом нам отмечают что мы заказали и оплачиваем на выходе это ускоряет процесс здесь только готовят и не рассчитывают нам пришлось постоять около часа чтобы дойти дойти сюда. Сейчас нам дают попробовать мясо Это стоит того Буки Это очень вкусно Ну что наконец то мы за столом я вам хочу показать как выглядят эти сэндвичи стоят 21$ Вот с пастрами Вот так он выглядит А это с turkey turkey breast с индичкой Также не забывайте заказывать pickles огурцы соленые и обязательно все советуют есть с их фирменной горчицей Вот в принципе и все Приятного аппетита Музыка 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 потому что это безумно потому что это безумно вкусно Мы расспросили в чайнатауне у ребят что это такое и они нас послали сюда Так что сейчас будем пробовать и обязательно расскажем вам как это Находится это место недалеко от магазина Glossier Все девочки его знают Спросите у любой Он находится за углом Это недалеко также от чайнатаун и от маленькой Италии Давайте пробовать Ну что мы отстояли очередь Вот наши заветные напиточки Что мы взяли Мы взяли классический мачо латте холодный с добавлением тапиоки и чай улун мускат тоже с добавлением тапиоки Круто, что они дают возможность на выбор молока Вы можете взять регио милк Да, обычное коровье молоко Можете заказать рисовое, миндальное и так далее Это очень клево Нью-Йорк продвинутый Вот берите с них пример Такого мы нигде не видели Давайте попробуем Это просто божественно Второе Ну это классика Классику обязательно попробуйте И также у них есть такой же с добавлением клубники Ну что, cheers! Добрый вечер! Очередное место Теперь мы пробуем рамен Это ипудо рамен Очень известный Один из самых лучших ресторанов для дегустации, для еды рамена Как обычно в хороших местах в Нью-Йорке нужно ждать Если вы не зарезервировали столик Ожидание, опять же, где-то час-час пятнадцать Поэтому старайтесь через интернет либо по телефону заранее бронировать Мы же не бронировали, мы пришли и сейчас ждем Слава Богу, нас посадили у бара И мы заказали и начинаем дегустировать Что мы советуем попробовать в этом месте? Must try Это бао с курицей Обязательно попробуйте Это очень вкусно На пару булочки из риса с начинкой В данном случае с курицей Также Уже на баре вы можете попробовать маринованные огурцы Это фирменная закуска Мы еще не пробовали, но говорят что это просто лучшие огурцы в мире которые вы можете попробовать Вот Ждем в своей очереди И пройдем в основной зал пробовать рамен Музыка 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 В очередной убеждаюсь раз что стоит ждать в очереди Там, где очередь, это значит, что это место проверено качеством и местными людьми. Мы, наконец-то, сидим за столом, дождались своей еды и, конечно же, фирменный рамен. Сейчас при вас я попробую его, попробую бульон, так как это очень важно. Бульон непередаваемый, это очень вкусно. Домашняя лапша, вы видите здесь, как это выглядит. Это невероятно красиво, это невероятно вкусно. И Пудо, Нью-Йорк, советую. Одно из мест, которое мы хотим вам показать, это Джоэс Пицца. Эта пиццерия прославилась тем, что она находится на Бродвее и большинство голливудских звезд посещало в молодости эту пиццерию и продолжает посещать. Поэтому она пользуется особой популярностью, потому что люди в надежде встретить какую-то знаменитость приходят сюда попробовать пиццу. Внутри висят фотографии знаменитостей, которые здесь были. Вы себе даже не можете представить, тут были почти все. И теперь каждый из туристов хочет побывать на их месте и попробовать, почему же они посещали и продолжают посещать эту знаменитую пиццерию. Ну что, подошла наша очередь и уже сейчас мы заберем наши слайсы пиццы и расскажем вам, насколько они вкусные. Дождитесь! Вот такой вот огромный слайс нам дали. Ну что, сейчас будем пробовать. Пахнет отлично. За два слайса мы заплатили 8 долларов. Сейчас попробуем, что это такое. Тонкая хрустящая теса, очень сочная пицца. Ничего необычного, но правда вкусно. Рекомендую хотя бы раз попробовать и почувствовать себя Микки Рурком, либо Брюс Виллисом. Сама пиццерия находится очень близко возле Тайм-сквер, поэтому ее не так сложно найти. Идите по Бродвею и 41-й улице на пересечении вы увидите ее. Следующее место, которое я вам покажу, оно особенное. Особенно тем, что ресторан, в котором мы стоим, он открыт с 1887 года немецким евреям, переехавшим в Америку. Особенность этого места тем, что уже более 100 лет он по многим издательствам, по многим рекомендациям является номер один в Америке. И не побоюсь этого слова, возможно, даже в мире, в лучшем стейкхаусе. Сегодня мы будем пробовать самое вкусное американское мясо. Это стоит того, это Питер Лагер, это Нью-Йорк. Уже по традиции, после одного часа ожидания на баре, выпитых пару продуктивов, мы дождались своего места и заказали ей вот эту вкусную еду. Что я выбрал? Я решил попробовать корн-бит стейк-ребай. Мне ребята рассказали, что мясо из Висконсена, это западно-центральная часть Америки, там говорят, что лучшие коровы. Что, зачем мы выбрали это мясо? Это ребай, минимум прожарки, 45 дней сухой выдержкой. Давайте попробуем, почему сюда едут из всего мира и считают, что в этих странах лучше. Мясо, конечно же, мягкое. Слушайте, мне сложно писать словами. Я считаю, что каждый любитель хорошего стейка должен побывать в Нью-Йорке, в Питер Лагере. Из две точки, посмотрите у них на сайте, я ссылку оставлю в описании. Мне и вам приятного аппетита. Ну что, одно из самых закрытых мест Нью-Йорка, это бар Кэмпбелл, который находится на центральном вокзале. Ребята, всем советую, найдите его по указателям, очень крутой бар. Адвокат Кэмпбелл когда-то имел здесь офис, после этого его переделали в бар. Всем рекомендуем, очень крутые коктейли. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Нью-Ду-Бар Мама Фуку. Это ресторан Дэвида Чанга. Кто не знает, Дэвид Чанг это очень популярный американский шеф-повар, наполовину кореец. Он продвигает азиатскую адаптированную кухню в Америке и по всему миру уже. Мы не могли пройти мимо и вносим этот нудл-бар в наш список рекомендаций для посещения крутых мест в Нью-Йорке. Сегодня мы будем пробовать их знаменитый рамен со свининой, их знаменитые бао-булочки, знаменитый салат из огурца. Это то, что обязательно следует попробовать. Дэвид Чанг знаменитый уже лет пять точно. Он также шоумен, он снимается на Нетфликсе. У него своя телепередача называется «Агли Дэлишер». Обязательно посмотрите, очень интересно. Как он сам говорит, это шоу, где ему не запрещают делать то, что он любит и то, что он хочет. Обязательно посмотрите. Также он был в одной из серий «Шеф Тейбл», тоже от Нетфликса, рекомендую к просмотру. Ну, сейчас будем пробовать. Я видел, наблюдал за этим шеф-поваром. Он несет, правда, такой азиатский твист на современную американскую еду. Давайте попробуем. Это круто, что мы очутили здесь. Ну, вот, мы и дождались наше блюдо. Поехали. Значит, вот этот знаменитый рамен. Пахнет невероятно. Сейчас будем пробовать. Он отличается от того, что мы пробовали в Ипудо. Вы видите, что тут бульон прозрачный, яйцо, какой-то спайси соус. Ну, выглядит совершенно по-другому, но очень вкусно. Также мы заказали вот такие овощные «Нудлз». Выглядят очень красиво. Чем вообще популярен этот ресторан? Тем, что у него очень крутые свежие подачи и очень вкусная еда. Подачи уже увидели. Давайте попробуем теперь, что же собой представляет еда по вкусу. Интересно. Бульон очень вкусный. Лапша домашняя, видно, сделана. Там ребята ее готовят. Выглядит все очень аппетитно. Я советую, будете в Нью-Йорке посещать. Здесь есть две локации. Мы пришли в ту, которая находится в моле недалеко от Колумбус Circle. Это в самом центре. Будете гулять по парку. Не проходите мимо. Заходите в Mamafuck and Nodals Bar. Альга. Так? Ну, вот так вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаете, чем славится Нью-Йорк? Он славится своей пиццей. Почему? Потому что очень много эмигрантов из Италии давным-давно переехали сюда и основались. И, конечно же, с собой не привезли традиции готовить вкусную пиццу. Сегодня мы в ресторане Материна, который съедобный бизнес советует массу, визит. Мы пробуем их фирменную пиццу под названием Дон Дом. Которая это, грубо говоря, классическая маргарита с добавлением сыра буран. Мы заказали всего лишь одну. Извините нас, пожалуйста, потому что мы уже не можем ее. Специально для вас. Мы не могли, опять же, пройти мимо и заказали ее. Сейчас попробуем. Выглядит отличный запах. Прекрасненький. При вас я отторву по Сочи. И попробую. Ммм, видишь? Вы знаете, какой рецепт вкусной итальянской пиццы? Это свежащие итальянские продукты и немножко итальянской любви. Наслаждайтесь. Ну что, наш выпуск подошел к концу. И поездка в том числе. Нью-Йорк впечатлил. Мы показали вам места, которые считаем самыми крутыми для посещения в Нью-Йорке. Обязательно зайдите во все точки, которые мы указали вам. Все ссылки на рестораны и кафе я оставлю внизу под этим видео. Велкам. Встретимся в новом выпуске. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо. 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 Спасибо.